Уважаемые коллеги, мы с вами начинаем очередной коллокон, организуемый Центром антиковедения РГУ. Сегодня у нас новый гость Гончаров Владимир Александрович, кандидат исторических наук, преподаватель Баронического колледжа Новых. Владимир Александрович у нас практикующий антиковед, специалист по истории Древнего Рима. Среди основных тем, которыми он занимается, интересуется, это, конечно, рецепция античного наследия в культуре европейской, современной в первую очередь, и история религиозных институтов античного Рима, антического, республиканского, пришел любить и жаловать. Спасибо. Ну да, в первую очередь хотелось бы, конечно, поблагодарить, вот Илья Сергеевич рассказал, что у вас там сколько-то, 4 пары до этого было, конечно, если это действительно так, и за ваш героизм, что вы дошли до моей лекции, я боялся за количество присутствующих. Вот, значит, тема, и вы, насколько я понимаю, первый курс как раз, да, то есть вы дослушиваете сейчас курс истории, собственно, древнего мира. И вот мне хотелось бы, ну, примерно вот то, о чем вы в течение года слушали на вот этих лекциях, да, история Древнего Востока, история Древней Греции, Древнего Рима, рассказать вот с точки зрения современной музыки. Казалось бы, тема достаточно выглядит странно, потому что, ну, включим радио, да и любой радио, включим там МТВ, Муз-ТВ и так далее, ну, где там истории, где там Древний мир, казалось бы. Вот, но на самом деле так, если копнуть подругже, то оказывается, вот, что в некоторых пластах музыки внимание Древнему миру, причем Древнюю миру во всех проявлениях, сейчас мы увидим это и Египет, и Междуречь, и Иран, и Индия, и Греция, и Рим, все-все это есть, причем этого есть просто в огромных количествах, то есть десятки там групп, десятки альбомов и так далее, этой теме посвящены. Вот, как-то пытаюсь сегодня продемонстрировать, может быть, даже и с какими-то музыкальными фрагментами, ну, и вот с небольшой презентацией. Ну, понятно, что интерес, как бы, к древней истории в европейской культуре начал проявляться еще, ну, с эпохи, в европейской музыке в частности начал проявляться с эпохи Возрождения, ну, и особенно, конечно, что касается именно музыки, конечно, эпох классицизма, то есть это 17-й и в большей степени 18-й век. Ну, вот, для примера, тут, скажем, еще вот 1607 год, Клаудио Монтеверди, Орфи, опера, вот, мифологические сюжеты, конечно, в первую очередь обыгрывались, ну, если говорить о, так вот, не только об античности, то, конечно, библейские тоже. Вот, ну, это, опять же, в основном, конечно, здесь представлены у нас сюжеты из античной мифологии, и вот Иглюк, очень много опера, у него на античную тематику, вот тут только несколько представлены и у Моцарта, ну, в основном это в раннем, конечно, творчестве, опять же, и мифологическая тематика и так далее. Дальше, где-то в то же время, 18-й век, вот, с мифологических сюжетов так немножко начинает интерес смещаться и в сторону сюжетов чисто исторических. Вот у Генделя, у оперы, да, видите, или Цезарь, к Серксу, до Маковии тоже можно увидеть, немножко выход идет уже тоже за рамки. В основном, конечно, сначала это Греция и Рим, ну, и немного вот идет, ну, через Библию в основном, конечно, что прямо, вот, смотрите, самые разные, да, я так, Серкс, и Тигран, и Сафонизба, и Аэция, и Висталма, и так далее. Сафонизба – это откуда, может, кто знает, это что за сюжет из истории какой вот страны? Ну, это эпоха пунических войн, да, Карпаген, там, Осинистся, нумидийский принц, Сафонизба, любовь и так далее. Интересно, это вот у многих древних авторов она описывается. Ну, опять же, Моцарт, Митридаца, альпантийский, известный опера и так далее. То есть, вот этот 18-й век уже начинаются не только мифологические, но и исторические сюжеты. Потом, немножко позже, ну, вот, конец 18-го, начало 19-го века, в основном с эпохи наполеоновских войн, начинается эпоха, ну, так называемого, ну, с одной стороны, в искусстве, это романтизм, политико-культурной сфере, это эпоха зарождения современного вот этого европейского национализма, когда французы начинают осознавать, что мы французы, англичане, что мы англичане, немцы, мы немцы и так далее, и, конечно, начинают обращаться к своей истории, немножко забывают о античности. Вот, то есть, в это время в основном появляются оперы, те же самые симфонии и так далее, из, там, немецкой, французской, английской и так далее, истории. Но потом, вот где-то в, как раз в конце 19-го века, а, и вот, да, еще один момент, вот как раз в связи с этим самым романтизмом, вот в части опера Винченцо Беллини под названием «Норма», 1831 год, вот как раз после всех этих наполеоновских, там, потрясений, после революции, там, 30-го года была Франция и все прочее, опера посвящена как раз истории античности, но с таким вот уже националистическим, скажем так, поворотом, то есть, там, из истории вроде как Рима, но сюжет такой восстания гау. Гауи живут под властью Рима, но потом они вот встают, пытаются свергнуть, то есть, они такие свободолюбивые, то есть, как бы, вот показано, что вот наши предки, да, предки нынешних итальянцев, нынешних французов и так далее, вот они, эту ненавистную Римскую империю, эти угнетатели, они свергли, вот это такой националистический, вот этот пафос уже проявляется тогда, я просто недаром на эту оперу особое внимание этой опере уделяю, потому что сейчас мы увидим, что в современной Европе, в современной музыке творится нечто вот подобное. Ну и, как мы уже сказали, в конце 19-го, начале 20-го века новый такой всплеск интереса к античной теме, ну, Джузеппе Верди, да, допустим, Аида, очень известная опера из истории древнего Египта, да, вот как, если видно, ну, это такая специфическая обложка, вот, ну, обычно Аида, то есть, это все там и пирамиды и так далее, опера, написанная по заказу египетского хидива тогдашнего, ну, вот, чтобы покажи, какой наш Египет вот был в те времена, Игорь Федорович Стравинский наш, царь Эдип, известная тоже опера, ну, и вот Артюр Энегер, французский композитор, тоже у него целый ряд таких вот античных сюжетов был представлен. Ну, и вот, собственно, о чем это, как бы, в качестве введения, а, собственно, новый, еще один новый, как бы, всплеск интереса к теперь уже не только даже античной тематике, но и вообще к древнему миру появляется вот в, ну, буквально, последние, наверное, десятилетия 20 века, и особенно сейчас уже вот в 21 веке он заметен. Понятно, что, конечно, это далеко не во всей музыке, и не в самой популярной, то есть в основном это, ну, такие, изначально, если мы возьмем, там, где-то в 60-70-е годы процесс начинается, то есть изначально это такой, так называемый, там, прогрессивный рок, то есть там вот в 75-м году группа Triumvirat выпустила, во немецкая выпустила альбом Spartak, то есть такой концептуальный, типа, вот, рок-оперы, вот, про Спартака, а потом, ну, вот, хэви-метал такой ранний, типа, вот, Iron Maiden, у них 86-й год известная песня, Александр Великий, такая минут на 8, там, тоже повествование вот обо всей его жизни. Ну, это такие первые такие ласточки, а вот где-то с 90-х годов, то есть тут начинается вот этот прямо вау, то есть если это отслеживать, конечно, вот эта музыка, в основном, да, это тоже такие металлические, конечно, и околометаллические жанры, которые, конечно, не всем по душе, не пользуются там суперширокой популярностью, но все-таки вот определенная какая-то устойчивая аудитория у них есть, и в основном, опять же, это вот может иногда показаться странным, в основном это люди действительно, ну, так вот, как сказать, для обывателей, ну, скажем, ну, то есть, да, как-то говорят, ну, какой-нибудь там, да, там, с грязными волосами, или пьет, там, и все прочее, но на самом деле, вот как показывают исследования, я, честно говоря, я так вот кое-где это встречалось мне, но источники, там, ссылочек-то не было, то есть тут я пока вам, как истинно в последней инстанции, это не буду об этом говорить, но вроде как есть такая информация, что люди, которые подобную музыку слушают, у них все-таки там IQ повыше и так далее, но действительно, если посмотреть по темам, которые там поднимаются, то есть, да, это не просто там что-то любовь-морковь и так далее, а вот, например, как раз историческая тема очень хорошо представлена, ну, и вот, а, и еще есть такое большое направление, ну, не то чтобы большое, но приличное достаточно направление, это реконструкция античной музыки, она развивается достаточно хорошо, это направление, вот давайте сейчас так несколько примеров, вот Дуглас Ирвин, например, американский музыкант, альбом у него, вот смотрите, Ambient Egypt, и вот там новая музыка на древних египетских музыкальных инструментах, то есть, как бы он и их исторических даже, вот, репликах, копиях, то есть, вот он пытается реконструировать, да, по каким-то там изображениям и так далее, и вот даже как-то немножко как это звучит, ну, у нас колоночка небольшая, но слышно? слышно ли что? ну, как бы такая вот, сейчас, может быть, мы отнем, процессия в фивах называется, ну, звучит так достаточно странно для современного уха, уж не знает, ну, это какой-то, видимо, духовой, ну, и потом какие-то еще, ну, такая восточная музыка, вот, или вот это, ну, скажем так, не группа, это проект такой человека из Ирака, кстати, то есть, вот уж не знаю там, как он в таких условиях, вот Кургаль называется, то есть, этот человек реконструирует уже, соответственно, шумерскую, там, месопотамскую музыку, ну, например, у него вот есть несколько композиций, сыгранных, как бы, на шумерской арфе, то есть, тоже, вроде, как сам сделал, там, по изображениям и так далее, но вот звучит вот, на арфе, да? Ну, звучит вроде красиво, но, как бы, для современного, конечно, уха, вот вся мелодия, ну, и вот так примерно минут пять, вот, то есть, немножко странновато, конечно, ну, наверное, так и есть, то есть, потому что сейчас немножко уже другая культура и так далее, ну, и, понятное дело, конечно, Греция и Рим тоже у нас в стороне не остались, скажем, тут достаточно много, и практически, вот, каждый, каждая европейская страна имеет свою группу, которая, вот, реконструирует греческую или римскую музыку, то есть, тоже пытаются воссоздать инструменты, делают, и на них что-то пытаются сыграть, даже находят, вот, ну, есть, там, Миссамеда Кринского, например, одного из, там, первых известных композиторов, какие-то нескольких композиций дошли, вот, они их пытаются переигрывать, ну, вот, есть в Швейцарии ансамбль Мильпамме, он называется, вот, музыка Романа, это немцы, видите, даже выглядят, соответственно, синаглия итальянская, вот она, тоже, смотрите, вот, там, соответственно, приоделись так, альбомов тоже, обложки, соответственно, оформлены, ансамбль Кириллос во Франции, и так далее, ну, вот, так, для примера, скажем, вот эта музыка Романа, которая у нас вот тут нарисована, вот она звучит, ну, пожалуй, еще более странно, чем, чем шумерская арфа. Ну, так, ну, хотя, мелодия какая-то есть, но это такое наиболее мелодичное, я попытался отобрать. Ну, примерно как-то так. Ну, то есть, это вот реконструкторы, то есть, ну, они просто вот пытаются переигрывать, или пытаются какие-то новые мелодии играть на вот тех инструментах. В основном это просто мелодии, без какого-то особого, там, смысла. А вот дальше мы пойдем, пройдемся, как бы, по коллективам, которые, ну, уже пишут какие-то тексты, посвященные древнему миру. И причем, вот, мы это, прям, поделим по, скажем так, странам. То есть, поскольку страны, как ни удивительно, охвачены практически все, ну, древний Китай немножко как-то остался в стране, значит, я вот, практически мне не встретился. По средневековому Китаю есть, по древнему, вот, пока, может быть, нету. Ну, и библейские, кстати, сюжеты в современной музыке не особенно представлены. Ну, видимо, якобы объясняют тем, что, ну, немножко общество современной, вот, религии, как бы, может быть, присытилось. То есть, когда, особенно, вот, западная, то есть, когда, там, действительно, вот эти, и госпел спиритчатся, и все прочее, то есть, это постоянно, кругом, и так далее. То есть, и вот эти группы, которые занимаются, обращаются к альтичной тематике, и к библии почти нет. То есть, они, наоборот, в основном попросят сказать, и, может быть, это сейчас там у нас будет, мы это увидим антихристианский, конечно, настроен. Вот, ну, и пойдем вот так по этапам. Сначала у нас Древний Египет. Ага, у нас посветлело немножко, ну, вот, вроде название видно. Значит, то есть, вот групп, это я вот попытался, ну, самые-самые основные только написать, и можно заметить, что разброс, смотрите, какой географический. То есть, есть, кстати, и сам Египет. Вот, то есть, вот, Одиус, Скероп и какая-то вот там еще Ахатхориус, да, группы такие, ну, понятно, что в Египте, это, конечно, такой глубокий андеграунд, там это вообще особо никому неинтересна, такая музыка. Вот, но, тем не менее, они существуют, у них выпускаются альбомы, некоторые так достаточно даже популярны. Ну, и плюс, вот, видите, и Бразилия, и Литва, там, и США. Ну, вот, группа, собственно, Nile, да, это, наверное, основоположники такого направления американское. То есть, они, наверное, вот, законодательный мод были, то есть, они вот так заложили основы вот этого такого египетского металла, скажем так. Вот, ну, если говорить, а, ну, тут вот, сейчас, мы, ну, вот, примерно, вот, Скероп, вот эта вот египетская группа, вот, смотрите, они раскрасились, даже там эти глазки там подрисовали себе, этот Ах там висит, Ах, да, это называется. Вот, хотя, да, да, мусульмане, там, ну, видимо, вот они бросают, бросают вызов, как бы, вот этой культуре мусульманской. То есть, опять же, как наши европейские группы, они вот этим своим обращением к атичности немножко бросают вызов христианству, так и вот эти, ну, наверное, бросают вызов исламу. Ну, и что касается того, как представлен Древний Египет, то, ну, наверное, тут очень много общего в музыке, очень много общего с кинематографом, вот, типа, там, мумия и так далее, что Древний Египет, это обязательно, там, пирамида, катакомбы, да, мертвецы встают, там, древние тексты, ну, или литература, да, там, Лавкрафт, да, там, Ярландрадев, там, его и так далее. Вот это вот практически точно такой же взгляд, вот тут я немножко названий, ну, собственно, и по ложкам тоже, ну, не очень хорошо видно, да, тут вот на самом деле две-два каких-то таких мертвых лица с измененными языками нарисованы, ну, и названия, там, да, Кровавая Оргия в Гизе, там, Темнейший Ритуал, Измениный Бог, Царкофаг, и вот тоже потрясающий, да, Папирус, который содержит заклинание, чтобы защититься от того, кто что-то там хранит от так живущего под водой, да, то есть вот, или поэмы, да, спрятанные на черных стенах. Сейчас вот так что-нибудь тоже можно для образца поставить, так послушать, ну, в основном, это такая достаточно мрачная музыка, ну, к примеру, а, ну, вот, собственно, группа Найл, например, те самые сновоположники. Ну, это зловещая дудочка, короче. Росточные опять мелодии. Вот, значит, ну, это так, и вот, да, вот эти, собственно, поэмы спрятаны на черных стенах, да, вот, тоже какая-то вставка, какие-то пляски восточные. А потом, ну, вот сейчас мотнем, добрые будут пляски. Ага, и вот, тоже зловещая дудочка. Пирамидой, да, в фурьеринте, где-то там, во тьме и так далее. Или вот группа, сейчас там, я не помню, она у нас там была, упомянута или нет. А, Вон де Хорн, да, Австралия, аж, то есть у них тоже, ну, как группа, проект вроде как одного человека, они записали, он, вернее, записал на данный момент 16 альбомов, которые представляют собой, вот, ну, как бы, такая начитку, вот, специфическую такую музыку Египетской книги мёртвых. Вот, то есть там, ну, вот, например, там, заклинание номер 11. Ну, самое наиболее такое, вроде как благозвучное. Ну, вот таким вот голосом искажённым. Ну, вроде как на английском языке, но вот, вот. Опять же, всё, всё очень так зловеще и ужасно. Ну, есть, как бы, некоторые исключения, и вот это, кстати, наш земляк, да, русский человек, тоже, это как будто называется Синмут, не скажу сейчас точно, он обычно так и вот ВКонтакте он есть, даже, вон, там, по-моему, как-то, Валерий Синмут. Очень волновитый человек, то есть у него там альбомов, я даже не знаю, затрудняюсь, там, за 50, по-моему, он так, видимо, только этим и занимается, что вот сядет дома и эти альбомы пишет. И очень много посвящено Древнему Египту, вот, видите, по названию, если посмотрите, это во многом, ну, именно аутентичные как раз тексты, посвящённые, вернее, не посвящённые, а взятые из древнеегипетских источников, да, вон, известнейшая вот эта беседа разочарованного со своей душой, или, там, песня Орфиста, ну, вот, песня Орфиста, например, да, как. Вот это такая уже музыка не зловещая, а вот. И поёт, да, вот прям напевает вот эти вот тексты, ревушь. Ну, вот, вот такого плана, то есть, так уже помелодичнее, поблагозвучнее. Вот, дальше у нас Междуречье, и Междуречье тоже достаточно, ну, уже меньше, конечно, чем Египет представлен, ну, в принципе, как и в общем современной культуре, конечно, Египет попопулярнее, то есть, Междуречье так немножко на задворках, хотя тоже, смотрите, ну, вот с десяток групп тоже достаточно легко можно назвать. Опять же, примерно такое же, примерно такое же это направление, то есть, всё, всё достаточно страшно, ужасно, там, зловеще и всё прочее, там, заклинания, магия, там, Тиамат, Нинхурсак, Нергал, всё прочее вот эти. Ну, опять же, тот же самый Лавкрафт вспоминается, то есть, не он как бы во многом свои эти всех ктовку и всех прочих он им писал, конечно, с месопотамских божеств. Ну, и вот в современной музыке тоже очень хорошо заметно, ну, вот, например, вот этой вот, а, как ещё выглядит, да, вот, например, ведущая, собственно, Меликеш, да, израильская группа, они даже как-то себя называют, там, группа какого-то месопотамского металла, то есть, ну, вот такие, да, все в этих, в, называется, накидках, какая-то штучка такая у него тоже поделка под месопотамское искусство, ну, и вот название песен, да, некоторых, да, опять же, жалко, плохо видно, но это вот, собственно, изображение, кстати, Тиамат, если я ничего не путаю, из этих, там, шумерских и аркадских табличек, ну, там, проклятие демона, сыновья тьмы, мечтатель катакомбах Ора, опять же, вот, длинная, да, надпись, найденная на обратной стороне этого, вот, плиток, которые лежали на полу в дворце Шарукина, и так далее, опять же, там, 13-е заклинание Ниназу, там, и так далее, и тому подобное, а, вот, да, секреты шумерской сфинксологии, да, есть такое, ну, вот, так, для образца, вот, вот, эта вот группа, я уж не знаю, французы, да, ну, эээ, вроде, как, наверное, читается, да, так, ненавязчиво, ну, вот, опять, эвакейшн, да, воззвание, тоже зловещим голосом что-то начитывается такое, или призывание, да, вот, а, ну, вот, и Тиамат у нас видно стало, вот, примерно так, или еще, сейчас, чего-нибудь, по-моему, вроде как должно, ага, ну, или вот так вот, ну, это еще более что-то зловещее, ну, так, менее аутентичное, но так уже на синтезаторе, ну, вот тоже, энумээлиш, да, называется это у нас вверху и внизу, по-моему, как так переводится, ну, а эвус, да, месопотамский, один из самых известных, о сотворении мира, по-моему, там повествуется. Дальше у нас, вот, Иран, как ни странно, Иран тоже представлен, ну, еще, конечно, меньше, но все равно есть, причем, вот, смотрите, очень, кстати, характерно, смотрите, иранских целых три группы, но очень характерно, две из них уже не иранские, ну, потому что в Иране такой музыкой совсем тяжело заниматься, в Египте там еще как-то, да, вот в Иране они не выдерживают, вот, кто в Армению, это поближе, а кто в у нас по Норвегии занесло, вот, значит, вот тут с Ираном поинтереснее, то есть Иран уже здесь не только вот эти вот зловещие какие-то мифологические, магические и все прочие сюжеты, а здесь история нормальная такая, то есть вот сейчас мы там в песне название, да, вот, смотрите, в 538 году до нашей эры, это у нас взятие Вавилона, Киром, Кир, Ксеркс, Ахименинский император и так далее, ну, вот, для примера, ну, по музыке, в принципе, чем-то похоже на вот то, что мы уже слушали, но вот так уже какие-то такие тексты и древнеиранские там слова, что-то там пытаются, ну, вот, например, вот Ахименин император, так, раз, песня. А, собственно, там это из какой-то надписи, там, царя Дария, да, царь Дарий, царь царей, твои владения там простираются оттуда-то, оттуда-то, и так далее, и тому подобное, вот это он там произносит, текстик такой, а потом там начинаются какие-то, по-моему, песнопения, ну, тоже такой, ну, различные слова сложные, но вроде как на... Вроде как на иранском, да, на перседском языке, вот. Еще есть у нас, конечно, и Индия, тут, конечно, еще меньше, но, что интересно, смотрите, наши соотечественники даже, вот, одна из самых основных, вот, групп, которые обращаются к индийской тематике, это вот Картикея, если не ошибаюсь, у москвичей, достаточно много альбом записано у них, ну, и вот, да, и вот тоже, можно сказать, отечественники, да, вот Ариаделла из Крыма, тоже несколько альбомов, вот, как-то их почему-то вот в Крыму потянуло на индийскую тематику, ну, тут, в основном, конечно, мифология, то есть, там, поляку Рукшетрам, Хабхарт и все прочее, ну, опять же, по обложке, вот, собственно, это как раз вот эта Картикея, смотрите, как красиво наши соотечественники умеют делать, ну, и вот у нас есть еще, конечно, Древняя Греция и Древний Рим, то есть, тут, наверное, больше всего коллективов, больше всего исполнителей, ну, сначала про Древнюю Грецию, вот, Древняя Греция, опять же, смотрите, такая небольшая выборка, ну, не то, чтобы небольшая, но это, наверное, вот основные коллективы, которые этим занимаются, их, как можно увидеть, достаточно много, но вот тут немножко отличие, скажем, от того же самого Египта, мы видели в Египте, скажем, там не только египтяне этим занимаются, но и австралийцы, литровцы, да, так казалось бы, достаточно неожиданно, ну, в основном, греки, можно увидеть, ну, пожалуй, парочка, да, есть американцы, есть французы, итальянцы, ну, вот это Лакаруто Гилидей, и, конечно, это такие специфические итальянцы, значит, сицилийцы, то есть тоже так, они иногда даже себя позиционируют, что мы, да мы Сицилия же, мы вообще не совсем Италия, мы даже поближе, как бы, к Греции, поэтому, то есть, в основном, это греки, почему-то, вот как-то так тоже сложилось, это, конечно, может, там тема для отдельных, отдельный вопрос, почему, вот, Египет интересует всех, а Греция почему-то интересует только греков, и достаточно интересный подход, достаточно интересный взгляд на древнегреческую историю, вот у этих многочисленных достаточно коллективов, в основном они рассматривают, конечно, мифологические темы, это, опять же, ну, тут с Египтом примерно похоже, то есть, в основном, мифология про историю, как ни странно, практически только совершенно-совершенно единицы, какие-то очень-очень мало композиций, там, альбомов и так далее, в основном, все это мифология, и делаются, ну, попытки, там, даже каких-то вот обряды какие-то реконструировать, ну, вот тут у нас, ну, всего это, конечно, видно, вот группа Кавир, да, одна из самых известных, из, по-моему, собственно, из греческой столицы, которая, кстати, на клавишах на данный момент, да, тоже наша соотечественница играет, вот, тут смотрите, да, Hellenic Pagan Black Metal Art, да, то есть, еллинское языческое искусство, ну, black металла, да, черного металла, ну, и видите, они вроде как вот там призывают богов, и, к сожалению, сейчас не очень хорошо видно, но они вот, соответственно, в таких всех, да, древнегреческих одеждах, то есть, это какие-то попытки, да, языческие, да, языческое искусство, языческий металл и так далее, попытка реконструировать вот эту религию, причем вплоть до реконструкции, действительно, ритуалов, там, обрядов и всего прочего, каких-то песнопений, ну, вот у них, кстати, достаточно, последний альбом наиболее такой получился мелодичный, и он именно вот посвящен там прям гимнам богам, ну, вот, например, там, матери, матери луне, тут вот такие тоже инструментики, они не знают, что их конструируют или нет, но так звучит аутентично, да, то есть, это как бы тоже, ну, покрасивее, чем чисто, вот, то, что переигрывают греческую музыку, вот эта, конечно, музыка современная, ну, и длинные, длинные, там, по 8, по 9 минут, такие вот они распевают, там, гимны, сейчас мы попробуем там дальше, я уж не помню точно, как это звучит, ну, только мы... ну, так уже, так, по-жеще, но все равно вот эта там дудочка идет у них, и... вот, значит, тоже по названиям можно посмотреть, ну, смотрите, да, гимн солнцу, там, танец куретов, под крыльями Танатаса, матери луне, гимн Зевсу, магия Тифона, ну, и такие вот там трехголовый хранитель ада, это у нас кто? Тодо Кербер, там, твой пепел останется в Тартаре, там, мрачное, безмолвное царство Аида, и так далее, там, и под вам, там, слава, полон, и все прочее, да, опять же, вот, слово, собственно, у нас высветилось, это альбомчик вот этой последней группы, кавир, да, видите, вот там у нас это, кстати, как бы не геката, да, вот с этими так изображалось, вот, с изображениями как раз античного тоже характера, и вот как раз то, о чем я уже упоминал, с одной стороны, это реконструкция античных обрядов, а с другой стороны, это явное такое, ну, отрицательное, негативное отношение к христианству, то есть, мы, вот, вы, как бы, а, ну, вот, сразу цитаты, это там у меня дальше должно быть, значит, из одной из групп, вот, она там у нас упоминалась, некромантика, он называется, это, опять же, характерное название, вы пришли и убили Одина, вы пришли и убили Зевса, наши боги стали вашим сатаной, а сатана стал нашим богом, да, вот, примерно как-то так, то есть, вот, вы, христиане, имеется в виду наших всех богов убивали, поэтому, вот, мы теперь, вот, вот, пытаемся их воскресить, ну, в том числе, кстати, да, и через сатанизм, но, в основном, вот, это такое радикальное совсем направление, ну, а в основном, вот, мы пытаемся просто воскресить наших, как бы, вот, этих древних богов. И тоже, что очень интересно, еще есть тут у них достаточно заметные националистические мотивы, вот, та самая некромантия группа на обложке, ну, явно, я тоже, вот, к сожалению, сейчас не успел проверить, но это очень, по крайней мере, похоже, или даже это действительно он, это Арнебрекер, скульптор Третьего Рейха, в общем-то, самый известный, то есть, это вот оттуда взято, и очень много песен, которые, вот, смотрите, вот, Беннер Бо, например, группу, смотрите, у них, например, «Спартанская добротетель», «Спартанская честь», а потом тут же «Принципы арийской крови» и совсем «Культуркамф», да, «Культурная борьба» по-немецки, или, там, вот, «Древняя гордость», «Поднимите знамена эллинизма», ну, или, опять же, совсем «Холокост расы Кемали», да, то есть, ну, раз «Кемали», понятно, да, кто, греки очень не любят их, вот, то есть, вот, до этого доходит, и еще более любопытный момент, вот, очень похожая ситуация в российской такой же, вот, музыке, такого же плана, металлической музыки складывается, сложилась даже на данный момент, но это так в качестве лирического отступления, но у нас примерно так же, там про этичность, конечно, нету, там все, как бы, вроде как, про русскую, историю, но, вот, греки, смотрите, у них что, в основном, про историю почти ни слова, про Александра Македонского ничего, про Перикла ничего, про Эфиальто, там, Фенисток, вот, там, про Платона, Сократа, не-не-не, никаких упоминаний, нет, Зевса, Палон, вы пришли, убили нашего Зевса, мы, там, вас сейчас, вот, вы христиане, там, не очень хорошие люди, да, вы не уважаете нашу культуру, вот, то есть, вот, про это, прям, вау, у нас то же самое, да, вот, у нас, вроде как, на теме российской истории, да, пиши, да, Александр Невский, да, да, там, ну, кто угодно, Иван Третий, там, Иван Четвертый, там, интереснейшие же темы, там, Петр Первый, да, опять же, та же самая древность, Игорь, Олег, Ольга, интересно, нет, гордые русичи бьют ворогов, христиан, вот, эти, вот, вы пришли, нашу Перуна убили, и так далее, то же самое, вот, эту валынку заводят, да, и все, вал, вал, вот, этих песен, наша слава, наша слава, как, как, где, где слава без Александра Невского, без Дмитрия Донского, нет, наша слава Перун, Сварок, и так далее, род, которого Академик Рыбаков, вообще, возможно, придумал, вот, все очень похоже, и очень интересно, а, и еще, да, момент, Креки, да, ну, где она такая антифашистская, да, страна во время Второй мировой, то есть тоже сражались, да, на стороне, все-таки, больше на стороне, так сказать, наших, вот, такие очень мощные коммунистическое движение было, а нет, и у нас то же самое, да, страна, победившая фашизм, а нет, то же самое, если посмотреть, сколько националистических вот этих вот, вот с такими же песнями, да, «Принципы», «Арийской крови» и все прочее, да, и «Россия» чуть ли не на первом месте, к сожалению. Ну, и слава Богу, конечно, что вот пока эти песни, пока, я надеюсь, они так и будут оставаться, это, конечно, такой глубокий андеграунд, и в основном они, конечно, никому не известны, но они есть, и они вот в своем там, этом кругу варятся, их достаточно много. Ну, и, наконец, вот, собственно, сфера непосредственно моих научных интересов, это у нас Древний Рим, Древний Рим тоже достаточно хорошо представлен в современной музыке, но, опять же, примерно в таких же направлениях. Тут разброс по странам, конечно, немного побольше, смотрите, есть у нас и Германия, и Голландия, и Канада, и Испания, и даже Ливан есть, вот там группа «Лагрима», они один альбом записали, который посвящен публическим войнам. Но, в основном, опять же, кстати, в основном это Италия, то есть тоже итальянская история, древнеримская история в основном интересна, ну, самим итальянцам. Значит, вот тут от Греции отличия есть достаточно значительные, греки, как мы уже увидели, обращаются в основном к мифологии, а вот историю как-то своей не очень уважают, а вот римляне, ну, в смысле не римляне, а итальянцы, ну, и некоторые представители других стран, они в основном делают упор на историю, вот они считают, что вот у Рима есть чем гордиться в истории, ну, вот да, как, опять же, это характерная вот эта группа, ну, она как бы канадская по своему происхождению, но солист, вокалист, автор текстов, это вот он в центре, Маурицо Якооно, да, понятно, откуда он есть, какой он канадец, вот, и он очень много говорит, да, вот римляне, там, это мои предки, я уважаю свою историю и так далее, интервью об этом всегда упоминает, вот, и очень много, да, о, вот, очень хорошо видно, да, очень характерная обложка, сантурион какой-то, вот там, видимо, карфаген, горит на заднем фоне, название характерное, и исторические темы, очень хорошо, смотрите, какой огромный разброс, рома под сомнитскими копьями, Кавдинское ущелье, 321 год, да, когда сомниты победили, ну, не то, что победили, загнали там их ловушку и заставили пройти под согнутыми, да, позорили римлян, вот, потом Ганнибал, Спартак, марш Валезию, Мартовские иды, Калигула, Стелихон, уже все пошло вообще позднее, империя, Бич, Божий, это у нас, кто? Вот, да, Атила, Адрианополь, 378 год, да, то есть, это, а, да, конечно, тут если уж совсем идти Адрианополь, конечно, вот здесь немножко пораньше должен идти, ладно, хронологию немножко нарушил, вот, то есть вот тут в основном исторический тем, ну, может быть, вполне объяснимо, потому что, ну, в Риме это с религией, как специалист, да, то есть там немножко по, немножко специалист, немного послабее все-таки было, чем в Греции, а вот с историей, наверное, немножко посильнее. Название тоже, а, вот, да, к чему это? Название песен, которые показывают, и отрывочки даже небольших с песен, которые показывают, что, ну, вот, римские, вот эти итальянские группы, они в основном показывают римскую империю, как, ну, такой, что ли, во-первых, исток европейской цивилизации, ну, вот там, последняя, например, песня одной из итальянских групп, мы строители мира, мы сотворители мира, это как бы проримлян, да, то есть мы сотворили весь мир, то есть вот то, что сейчас существует, это наше, это мы его сделали, то есть вот Рим показан, как такой прародитель современной цивилизации, с одной стороны, но с другой стороны делается упор не на, там, какую-то культуру, там, что римляне, чего они у нас придумали, там, бетон, арку, там, Вергилия, Овидия и все прочее, нет, это, конечно, в первую очередь такой образец военной мощи, ну, вот, видели уже Центурион там с горящими этими зданиями, или вот Римский Орел, тоже какой-то там легионер на заднем фоне, и название песен, да, характерно, Шестой Легион, Первый Легион, Эспекуэр, Девятнадцатый Легион, или вот такие выдержки, да, даже боги не смеют бросить вызов Риму, там, ничто не может противостоять римской гордости и все прочее, то есть мы вот такие, мы самые сильные, да, мы строители мира, но мы при этом его покорители и так далее, вот такой, как бы, мотив основной, который звучит у вот этих вот групп. Ну, и дальше тоже очень интересный такой момент, который в этой нашей современной, а, ну, вот, кстати, да, для образца, вот это вот, например, Шестой Легион, ну, музыка, да, опять похожа на эти наши заклинания, там, ну, это так, это начало, сейчас мы там немножко промотаем, очень такой характерный образец, да что ж такое, опять длинное вступление, ну, там такой марш, да, вот, значит, легионеры маршируют, ну, кинематографически, да, как мы показывают, да, в современных, там, какие-нибудь эти гладиаторы, там, или в Александре, пение такие вот эти торжественные, ну, вот, в общем, подобного характера. Вот, военная мощь, да, мы самые сильные и все прочее. Вот, но, с другой стороны, тоже очень интересный, даже, наверное, еще более интересный момент, то есть, вот это вот, ну, рим образец военной мощи, ну, кого этим удивишь, да, то есть, это все понятно, это давно, это всегда говорилось, и в 18-19 веке, и в современном, скажем, кинематографе тоже, опять же, да, гладиатор, там, Юрий Цезарь и все прочее, ну, все примерно, Рим, стой, сериал Рим, Спартак, да, все примерно с той же стороны, конечно, показано, римляне, в первую очередь, воины, там, солдаты, политики и все прочее, которые весь мир покорили. Но есть и немножко другой подход, вот, в современной, в частности, кстати, итальянской, да, вот только итальянцы представлены, и в современной вообще европейской музыке, ну, я как бы называю его так условно регионалистский, что есть, сепаратистский подход. То есть, практически в каждой стране современной Европы есть группы, которые, ну, проводят такую идею, что Рим – это не исток европейской цивилизации, это вот не строители мира, а это вот империя, и это, кстати, редко звучало вообще в истории европейской культуры, это империя, которая, кстати, в советской немножко звучала, империя, которая покорила мир, которая, ну, выжимает из него соки, пользуется, она, опять же, убила местную культуру, она вот всех под одну гребенку, вот, она, ну, там, всех обратила в рабов и все прочее, то есть, это какая-то такая негативная сила, показанная Римской империя, а, соответственно, те люди, которые против нее боролись, то есть, ну, там вот те же самые какие-нибудь сомниты, италики, галлы, британцы, бриты, окей, это как раз вот такие свободолюбивые люди, которые хотели, которые сражались за свою культуру, за свой народ и все прочее. Вот это я приводил вам недаром в начале, пример вот опера «Норма», когда галлы восстали против римлян, вот, уже проблески такие были, но очень маленькие, а сейчас их достаточно много, ну, некоторые исследователи, там, Георгий Степанович Кнабе, Царство Небесное, он вот связывал это с тем, что многие европейцы, скажем, недовольны, ну, современным, вот, европейским союзом, то есть, они, ну, говорят, что вот эта наша культура тоже, как бы, убивает, и тут вот проводятся такие вот параллели, что вот Рим, как бы, это европейский союз, который тоже всех пытался под одну гребенку загонять в одно, скажем так, ярмо и так далее, вот, а мы вот хотим сохранить свою культуру. Ну, и есть это, вот, скажем, в итальянской музыке, вроде бы, как бы, они итальянцы, они должны считать себя потомками Рима, нет, они считают вот себя потомками итрусков, там есть прям целое направление, итруский металл, даже вот Вальтунна и Туфунка, можно увидеть группу представителей итруского металла, который у них там, вот, цитат очень характерный, из группы Вальтунна, значит, называется песня «Рома де лен де эст», да, по аналогии с «Карфаген должен быть разрушен», «Рим должен быть разрушен», «Римлянин уничтожил мой народ, я никогда не склонюсь перед тобой, свершу свою месть над тобой твоей империей, я посыплю солью твоей руины, так же, как ты сделал с Карфагеном». То есть, вот, мы такие-то русские, мы вот вашу эту римскую культуру ненавидим. То есть, это вот может быть такое, перекликается с тем, что сейчас, скажем, в Италии происходит тоже очень много каких-то таких регионалистских движений, или там они говорят, мы, скажем, гаулы, да, вот на севере Италии, там, Венеции, сейчас тоже можно даже и в новостях услышать, там у них такое сильное регионалистское движение, там входят до отделений, хотят они отделиться, периодически хотят. Вот, и они как раз вот говорят, мы, скажем, там, потомки не Рима, мы потомки трудолюбивых гаулов, а вот там в Риме это вот потомки вот этой Римской империи, которая на всех наживала. Сейчас Рим из нас соки сосет, а мы вот такие тут больше всех зарабатываем, а это все отдаем в налоги и так далее. То есть, есть вот такой выход, как бы перекликается все это из политической современной жизни Италии. Ну, и вот такое же это течение регионалистское, оно есть и практически во всех странах Европы, а ну это вот так для примера, там Сильванская группа представителей итальянской музыки, да, это они вот в волчьих масках, там тоже пытаются реконструировать одно из жреческих сообществ Древней Италии. Ну, или вот Испанию, возьмем Испания, скажем, тоже целый ряд групп, которые, ну вот характерно очень, да, с Эльтибирием, да, то есть по аналогии так, игра слов, да, Биа, да, и Кельтиберы, вот, то есть мы потомки Кельтиберов, Иберов и так далее, вот Нуман, у Арника, первая прям самая группа, у них есть альбом, нет, не указывается, Нуманция, он называется, Нуманция, крепость, которая до десятки лет сопротивлялась Риму, то есть вот это наши герои, мы не потомки Рима, хоть мы говорим на испанском языке, который, в общем-то, там, я не знаю на сколько процентов латынь, но мы потомки, нет, мы потомки вот этих вот гордых Иберов и Кельтиберов, ну или вот Гаалы, конечно, опять же, кстати, вот тут разброс побольше, разброс географический, да, Италия, Франция и Канада, французы, конечно, да, Кребек, потомки французов, Ирландии, ну и Швейцария, понятно, да, популярная ныне группа, которая, кстати, тоже вот, видите, да, они очень хорошо предпоследние два альбома, это реконструкция как раз гальских вот этих войн Цезаря, ну тоже вот характерный как раз из них цитата, «Нужды империи удовлетворяются», ну это перевольный перевод, конечно, мой, там это все в стихах, «Нужды империи удовлетворяются кровью свободных времен, вторжения, грабеж, жестокости, войны, войны Сената и народа Рима», то есть вот Рим — это Латия, а мы, Галы, это хорошие, мы пострадали, мы были такие свободные и все прочее, ну вот от них пострадали, от этих вот нехороших римлян, ну и так, для примера, ну наверняка примерно знаете, как это выглядит, вот эти вот группы, которые реконструируют, ну скажем, гальскую тему, то есть им тут попроще немножко в плане музыки, то есть они могут опереться на богатую вот эту кельтскую музыкальную традицию, которая сохранилась в Ирландии и Шотландии и все прочее, то есть они вот берут волыночку там и все, и прочее, и колесную эту лиру, и начинают вот это все играть, ну вот да, собственно, то самое, да, Ильвете, да, допустим, да, да, понятно, ну и вот там волыночка, ну и как бы на этом, ну ладно, это инструментальная, допустим, композиция, а так и периодически, да, накладываются вот тексты, посвященные как раз свободолюбивым галам и всему прочему, ну и скажем, вот германцы, тоже немцев немножко, а, ну вот форор Галлико, да, например, для, тоже, тоже характерно, да, в килтах и все прочее, вымазанные этой синей краской, ну вот пытаются реконструировать даже как бы внешний вид этих вот своих предполагаемых предков, ну и немцы, ну тут не очень их много, немцы в основном, конечно, обращаются к своей средневековой истории, опять вот та же самая тенденция, которая в эпоху романтизма была, но есть вот те, которые и про античность поют, вот скажем, хайдефольк и колландцы, ну как бы тоже мы их к немцам тут причисли, альбом Ботавы, который посвящен восстанию в первом веке нашей эры, восстанию Ботавов под предводительством Юлия Цивилиса, против власти Рима, то есть опять же вот воспеваются вот эти вот германские предки, как те, которые бросили вызов вот этому деспотической, вот этой деспотической империи, ну или вот обскюрити, немцы, то есть то же самое, вот временно такая же тема у них проводится. Вот так вот вкратце, как выглядит освещение древнего мира в современной музыке, да, да, вот хайдефольк как выглядит, у них даже горит там что-то на заднем фоне, что-то подожгли какую-то деревеньку для фотографии, вот, ну и если что-то вот может быть вдруг заинтересует, есть, я у меня как бы достаточно уже на несколько лет, ну так, периодически функционирует, периодически нет, вот группа в нашей известной социальной сети, в которой я пытаюсь вот эту вот музыку всю обобщать, там, сводить поедино, то есть там, в общем-то, много интересного, я надеюсь, можно найти дополнительного, если вдруг что-то заинтересует, вот можно найти там, и опять же, и я там есть, то есть если что, можно написать, спросить, если вдруг что-то там у вас заинтересует, а так, да, вот, спасибо, спасибо, очень рад, что вы пришли. А, да, и вдруг, если сейчас какие-то вопросы есть, тоже готовы ответить. Да, вы можете назвать группу именно женским вокалом? Из того, что есть, что здесь было, ну давайте пройдемся, ну, кстати, честно говоря, не очень, вот чтобы, да, это интересный момент, женщины интересуются ли историей. Ну, понятно, да, у Ильвити есть достаточно много песен с женским вокалом, нет, из этих все с мужским, из этих, из этих все с мужским, ну, с Эльтибири, у них есть девушки, но, по-моему, они, если и поют, то очень редко. Все мужчины, да, все мужчины, да, кстати, вот это сложный вопрос, да, это нам надо будет подумать, ну, в основном, по-практиски, да, в основном, есть, вот я здесь, конечно, пытался брать группы, которые, ну, все свое творчество посвящают античные истории, есть группы, которые посвящают, ну, как частично, так, иногда там пускают, ну, вот, да, если так на вскидку, вот White Skull, да, Белый Череп, White Skull, есть итальянская группа, там девушка поет, ну, с таким специфическим, так, хрипловатым, немножко вокалом, да, у них прям несколько альбомов есть, еще есть очень интересная одна, сейчас на вскидку не вспомню, славянская, причем группа вот такая из бывшей Югославии, у них есть альбом вот с женским вокалом, да, опять же, там и не можно, вот она в этой группе, она есть, по-моему, там выложили этот альбом целиком, концептуальный такой альбом с сюжетом, посвященный вот Цезарю Клеопатрии, то есть там женский вокал нормальный, такой нехрипловатый, вот, а так, да, так вот из этих вот групп, которые здесь назывались, это все вот, давлящим 95% это мужчины почему-то, да, вот, очень интересно, ну, да, нет, ну, как бы Виталише тоже достаточно много женского вокала, ну, ну, и вот, вот женщины, да, ну, они не поют, они играют основную, да, вокал они, то есть, да, если что, вот можно, да, в группе там можно посмотреть, там есть, есть это, ну, вот, на вскидку, вот, White Scout пока только расформилась. Будут ли еще вопросы? Ну, понятно, да, что 5-ая, 5-ая пара. Да, да, тяжело, мы тогда еще раз поблагодарим. И напомню я, что завтра еще одна встреча состоится с нашим гостем, состоит она в 12 часов, Арман Михайлович, 12 часов, да, в помещении Центра Антиковедения, и лекция будет посвящена уже религии, да, религияческого рима, да, мы отойдем от рецепции, вот, в сторону сакральной такой тематики. Еще раз спасибо, на сегодня наше заседание закончилось. Спасибо.